МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Украинский день в ООН. Буквально несколько минут назад в Нью-Йорке закончилось выступление Петра Порошенко с трибуны 72-й Генеральной Ассамблеи. В своей речи президент поддержал реформирование ООН, а также призвал ввести миротворцев на Донбасс, а еще напомнил о преступлениях России на Востоке и нарушениях прав человека в Крыму. О миротворцах президент говорил и на заседании Совета Безопасности ООН, и сегодня же провел ряд важных двусторонних встреч. Подробнее Дмитрий Анопченко. Когда три дня подряд с главной трибуны ООН выступают первые лица, то их месседжи зачастую теряются, какими бы громкими они ни были. Но украинский вопрос в этом году на слуху, в том числе и потому, что он не только украинский. В конфликт на Донбассе сейчас и Европа, и Америка вовлечены. И рассчитываю, что они должны сказать свое слово, в том числе и здесь, в ходе Генеральной Ассамблеи ООН. Переговорив ТТТ с одним из участников Нормандской четверки, французским коллегой Макроном и сверив позиции, в том числе и договорившись о том, когда в ближайший раз соберется Норманди Фор, украинский президент пришел на саммит по миротворцам под эгидосов без ООН и в том самом зале, где собирается Совет Безопасности. Главное в его выступлении. Глава государства озвучил официальное обращение к председателю Совета Безопасности ООН. Украина просит начать разворачивать на Донбассе миротворческую миссию. Мол, своими миротворцами страна ни один конфликт помогла урегулировать, но теперь ей самой нужна помощь. Три года агрессии России стоили Украине более 10 тысяч погибших, более 25 тысяч раненых, более полутора миллиона беженцев. Чтобы восстановить мир в нашей стране, еще весной 2015-го я официально попросил президента Совета Безопасности ООН о процедуре введения миротворческого контингента ООН в Украину. Агентство ООН президент попросил направить на Донбасс наблюдательную миссию, на основании выводов которой и должны быть приняты все решения. И о сроках направления голубых казок в Украину, и о мандате будущей миссии. Принять такое решение генеральный секретарь ООН вправе лично, и для этого ему не нужно. Согласие ни Совета Безопасности, ни Генеральной Ассамблеи. Формально разговор в этом зале о разных миротворческих миссиях и об их судьбе. Ведь новая американская администрация, стремясь урезать расходы, настаивает на сворачивании части из них. Но для украинского плана это не препятствие, скорее шанс перераспределить деньги в пользу операции, которая действительно может помочь. И президент Порошенко впервые на высшем уровне сформулировал, на что Украина согласится, а на что нет. Украина предоставила свое видение миротворческой операции на Донбассе. Мы считаем, что необходимость такой операции возрастает. И хотим обратить пристальное внимание на детали, потому что весь смысл в деталях. Мы считаем, что миротворческая миссия и влияние Радбеза необходимы всей оккупированной части Востока нашей страны. Второе. Их участие необходимо для восстановления контроля над неподконтрольной частью украинской границы, чтобы прекратить поставки России на Донбасс оружие, амуниции и переброску российских военных. И третье. Цель операции принести мир и восстановить украинский суверенитет на оккупированных территориях, а не заморозить оккупацию и конфликт. Эта позиция не только Украины, но и большинства членов ООН. Миротворческая миссия на Донбассе может стать и действенным механизмом, чтобы остановить войну, и угрозой, что ситуация будет заморожена. В зависимости от того, какой мандат получат голубые каски ООН. Будут лишь сторонними наблюдателями или получат право открывать огонь. Станут разделять стороны или сформируют ООНовскую переходную администрацию. В недавней истории ООН уже были ситуации, когда чиновники организации, по сути, став временной администрацией, получали всю полноту власти на оккупированной территории и затем передавали ее в состав единой страны. Многие дипломаты из тех, с кем я говорил, здесь, в Нью-Йорке, видят параллели с Донбассом. Но пока вопрос не этом. Вопрос даже не в мандате будущей миротворческой миссии, а в принципиальном решении, поедут ли миротворцы ООН на Донбасс и когда. Из Нью-Йорка. Штаб-квартира ООН. Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль. Американское бюро телеканала «Интер». В Одессе массовые столкновения возле горсовета. Сотни людей пришли к стенам мэрии требовать ответа от чиновников, как они допустили пожар и гибель детей в лагере «Виктория». Активисты добивались отставки мэра Труханова и пытались прорваться на сессию. Чем все закончилось, видели наши корреспонденты. Около 300 человек – представители разных общественных организаций возле стен Одесской мэрии. Народный гнев вызван пожаром в муниципальном лагере «Виктория», где погибли дети. Люди уверены, чиновники воровали на объекте миллионы в ущерб пожарной безопасности. То, что случилось с «Викторией», это прежде всего надо рассматривать как очень крупную финансовую аферу нашей городской власти. Уже появляются данные, что в целом вложили туда даже не 30 миллионов, а 60 миллионов гривен. Задать эти вопросы активисты хотели местным депутатам, которые как раз собрались на сессию. Но здание плотно оцепили полицейские и нацгвардейцы. Участники акции пытались прорвать кордон. Несколько раз вспыхивали потасовки, порой довольно жесткие. Слава Богу, не применяли средства дубинки, а следозащивый газ по полной мере. Конкретно приказ был не пускать, я так понял, никого, чтобы не сорвать им их между собой. Нескольких активистов полицейские задержали, но почти сразу же отпустили. Полиция на ме поле. Дело очень толерантно. Мы только разбороняли стороны, чтобы не было больше загостричных конфликтов. После этого протестующие отправились в областную прокуратуру, которая находится рядом. Хотели спросить, почему в деле о пожаре только двое задержанных. Директор лагеря и 23-летняя воспитательница. Активисты считают, таким образом власти пытаются найти стрелочников. Так же считают и народные депутаты. Все прекрасно понимают, что если деревянные домики не были обработаны противопожарными жидкостями и сгорели как спички за несколько минут, то нести ответственность за это должна никак не воспитатель и даже не директор лагеря, а совсем другие должностные лица. В прокуратуре активистов заверили, а расследование будет объективным, после чего областной прокурор и участники акции вернулись в мэрию и все вместе попали все же в сессионный зал. Правда ни мэра Геннадия Труханова, ни депутатов к тому моменту там уже не было. Из-за беспорядков сессию прервали и перенесли. Ответственность за трагедию на мэра возложил и генеральный прокурор. Впевнены, что у пана Труханова точно есть политическая ответственность в этой ситуации. Чи наступит она юридично, покажет выучение документов, которые мы уже выучили и в районе администрации, и в Одесской мэрии. Активисты заявили, намерены требовать от центральных органов власти распустить Одесский горсовет, отстранить Труханова от руководства и назначить в Одессе перевыборы, иначе угрожают новыми протестами, более радикальными. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин, подробности, телеканал Интер, Одесса. Жарко было сегодня и у Харьковской мэрии. Там утром собрались несколько десятков активистов. Требовали открытости в работе депутатов горсовета, пытались зайти в здание и попасть на очередную сессию, где рассматривали в том числе и земельные вопросы. Но еще до начала работы сессии вход закрыли изнутри, а дверные ручки предусмотрительно открутили. Битый час активисты требовали, чтобы их впустили, даже пытались перелезть через боковые ворота, но безрезультатно. На заседание не попали также и около десятка депутатов. С плакатами «Мы хотим жить» мэрию сегодня пикетировали и больные с сахарным диабетом. Говорят, местные власти самоустранились от их проблем и переложили всю ответственность на государство. Больше расскажет Светлана Шакера. Вот это шприц-ручка с продленным инсулином, который кулится утром и вечером. Из-за тяжелой формы сахарного диабета Татьяна Кокарева вынуждена делать уколы инсулина пять раз в день. Датский препарат ей уже 18 лет бесплатно предоставляет государство. В сентябре дали лишь одну из девяти необходимых ампул. Это издевательство, это просто геноцид. И учитывая то, что у меня тяжелая форма сахарного диабета, у меня начинают отказывать ноги, зрение, почки. Жизненно важный препарат Татьяна теперь покупает. Учитывая, что пенсия у меня 1400 гривен, а один пенфил инсулина стоит 130 гривен, девять штук купить и прожить, сами понимаете, насколько сложно. В месяц это идет о 1150 гривнах. В аптеках уверяют, препарат не дефицитный. Вот отечественная форма селинка. Но чтобы получить его бесплатно, больные должны взять у врача рецепт. А их в последние месяцы попросту не выписывают. В поликлиниках объясняют, нет денег, чтобы расплатиться с аптеками за лекарства. Государство выделило только половину от необходимого. Диабетик Владимир Харченко написал уже пачку писем чиновникам. Ему отвечают, денег не будет. У меня такой вопрос. Почему же не могут выделить деньги на закупку жизненно важных препаратов? Это все будет не целевое использование бюджетных средств. С требованием выделить деньги для закупки инсулина диабетики вышли к мэрии. Этот мужчина показывает ампутированные ноги. У меня тяжелая форма диабета. И я 12 числа должен получить инсулин. Звоню, а мне говорят, не знаем, когда вам прийти сюда. Но в мэрии не преклонны. Государственная программа должна быть выполнена. В этой связи пусть министерство позаботится о том, чтобы она была выполнена. Нам до конца года необходимо дополнительно хотя бы 12 миллионов гривен. Пока чиновники ждут денег от государства, диабетики объединяются в общественную организацию, чтобы действовать сообща. Светлана Шекер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков. А в Полтавском горсовете масштабные обыски провели их более 100 киевских правоохранителей. Наведали силовики не только в кабинеты, но и в дома полтавских чиновников. Подозревают, что городской голова Александр Мамай и два его зама не по назначению растратили казенные деньги, выделенные на ремонт дорог и уборку города. Заинтересовались делами чиновников после заявления Нардепа Сергея Каплина и его соратников из Социал-демократической партии. По их словам, руководство Полтавы воровало годами. Прокомментировал обыски и генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что полтавских руководителей действительно подозревают в коррупции и сравнил их со скандально известным мэром Львова, которого, как отмечает генпрокурор, обвиняют в аналогичном преступлении. Мы подозреваем руководителей Полтавской мэрии в определенных коррупционных деятельностях. Если наши подозревы будут доведены, почему полтавского чиновника будет судить обычный суд, а львовского мэра, с правой которого я передал НАБУ, будет судить специальный суд, можете мне это объяснить? Почему? Они однако занимают посаду и, в принципе, подозреваются приблизительно однако их правопорушения. Сегодня в Миргороде суд постановил взять под стражу двух подозреваемых в убийстве депутата Гурсовета Олега Супрыненко. В отношении еще одного фигуранта дела, местного депутата от радикальной партии Хачатура Хачатряна, разбирательство продолжается. По данным следствия, 12 июля злоумышленники напали на Супрыненко и жестоко избили, использовали даже металлические биты. Затем бросили мужчину на обочине дороги, забрали его личные вещи и скрылись. Супрыненко доставили в больницу с тяжелыми травмами. Спустя 26 дней он умер. Неля Штепа вышла из СИЗО. Меру пресечения экс-меру Славянска избрал Ленинский райсуд Харькова. На круглосуточный домашний арест. Штепе предписано носить электронный браслет. Находиться она должна по месту жительства в Славянске Донецкой области. Сегодня вечером Штепа туда и отправилась. Напомню, бывшую градоначальницу арестовали 13 июля 2014-го. Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и в создании террористической группы. За время рассмотрения дела несколько раз менялись судьи. В мае слушания начались вновь уже в четвертый раз. Изменить судебную систему нардепы не могут уже который день. Многотысячные поправки к реформе завели в парламент в тупик. Грандиозный план принять на этой неделе еще и пенсионную реформу на грани провала. Что намерены делать и есть ли шанс? Смотрите и слушайте. Эпопея с судебной реформой продолжается. Один законопроект, к которому насобиралось свыше 4 тысяч поправок, уже который день беспрерывно рассматривают в парламенте, обсуждая каждое изменение. Я запрошу на трибуну голову комитета Руслана Князевича. Глава комитета выходит с увесистой стопкой страниц и часами напролет слушает депутатские замечания. Это закончится тогда, когда Князевич впадет без сил до трибуны. И все фракции его просто вырежут поддерживать и проголосуют уже за любые варианты. Медленно и неуверенно нардепы прошли экватор, половину поправок зачитали, но ни одну не приняли. Вносятся изменения в три кодекса, где принимается новая редакция. Плюс два кодекса с величезными изменениями. Плюс полтора десятка законов. Кодексы не подготовлены. Что-то выправлять в зале, в которой сидит 60-70 людей, неможливо. Правки, которые я слышу, которые выставляются в сегодняшнем зале, действительно нужны для улучшения законопроекта. Мы могли получить прекрасные ограниченные бриллианты, получаем кусок стекла, которым украинцы будут еще не один год резать руки. Во фракциях коалиции заправки не голосуют. При этом замечания у них не к документам, а к оппонентам. В этом зале сейчас мы видим четкую атаку на судовую реформу, мы видим четкую атаку на пенсионную реформу, и я считаю, что это недопустимо. Той, кто сегодня атакует пенсионную реформу, потребуется только одного – чтобы украинские пенсионеры не получили денег. Но к той же пенсионной реформе порядка двух тысяч правок, так что у большинства новая задача – умерить пыль оппонентов. Подумывают над изменением регламента. Мы, мающий законопроект, готовим к другому читанию, с таблицами, с поправками, проводить повное обговорение за повной процедурой, потом ставить вопросы на голосование в редакции комитета, и только в разе, если редакция комитета не наберет 226 голосов, далее уже идти за поправки. Они хотят сделать утиск, утиск безусловно оппозиционных фракций, утиск депутатов. Это безусловно обязанность депутата, если он работал, если он не работал в правке, отстоять свои правки. Они нам не дали отстоять на комитете, поэтому мы отстоим в зале Верховной Ради. А пока регламент прежний, и пенсионную реформу по-прежнему будут проталкивать на этой неделе, завтра застрахуются дополнительными рабочими часами. Ничего не перенавантажено в Верховную Раду, больше того, опыт имеют, бюджет в ночи голосовали уже три года назад, а за пенсионную реформу нужно проработать. Правда, работа над пенсионной реформой точно будет не менее сложной, чем над судебной. Я считаю, что пенсионная реформа ее назвать нельзя. Это закон, который уменьшает количество пенсионеров, которые получают помощь от государства. Мы считаем, что дефицит пенсионного фонда должна ликлавоваться за рассмотрение увеличения рабочих мест, за рассмотрение средид полезного зарплат, не до рассмотрения квит takich пенсионеров, которые получают пенсию. Сколько можно говорить людям брехню? Говорите, что вы уменьшите бюджет, не бюджет, а дефицит пенсионного фонда за рассмотрение людей, а не мнение его за рассмотрение экономики. Половина депутатских фракций уже отказываются голосовать за пенсионную реформу, а ее еще даже не вынесли на голосование. Им бы покончить с судебной, которая третий день кочует из заседания в заседание. Екатерина Лысенко, Анна Каменева, Вадим Ревун, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер. В преступном затягивании с пенсионной реформой обвинил нардепов премьер. Об этом Владимир Гройсман заявил во время заседания правительства и призвал народных избранников объединиться, чтобы уже завтра утвердить законопроект, поскольку от этого зависит повышение выплат для пенсионеров в следующем году. Пообещал глава Кабмина и увеличение заработной платы. Деньги на это уже заложены в бюджете 2018. А также заверил, подорожание продуктов людям бояться не стоит. Украина в этом году собрала один из рекордных урожаев. Стратегические запасы и баланс продовольчей страны будут на належном уровне. Нам абсолютно полностью выстачит всех необходимых продовольств для того, чтобы обеспечить безопасность. Но важно нам увеличивать обсяги выработки украинской продукции, поскольку, по-перше, это рабочие места, и у нас сейчас врастает экспорт. В «Нафтогазе» сегодня объяснились, почему члены наблюдательного совета компании попросились на выход. Глава НАК заявил, дескать, им мешают работать. Кто препятствует предприятию, в руководстве которого все сплошь миллионеры, об этом следующий материал. Уходят, громко хлопнув дверью. Независимые члены наблюдательного совета «Нафтогаза» утверждают, есть причины, которые вынудили их написать заявление об отставке. Напрямую говорить отказались, написали жалобное письмо правительству. Обвинили Кабмин в отсутствии поддержки и вмешательстве в работу «Укртрансгаза» и «Укргаздобычи». Деи, которые находятся под контролем уряда или предбачены планом дей щодо коррупативного управления, не были выполнены. На думку Наглядовой Рады, реформа фактически была призупинена. Пока реформы якобы остановились, а ситуация вокруг «Нафтогаза» начала ухудшаться, финансовое положение топ-менеджеров резко улучшилось. Председатель и члены правления увеличили себе зарплаты в 10 раз, почти до 40 тысяч долларов в месяц. Это несмотря на то, что компания закрыла год с убытком в 27 миллиардов гривен. Члены правления Наг по итогу года получат дополнительно около 46 миллионов гривен. Нашелся и автомобиль для Андрея Коболева. Компания для нужд руководителя хотела приобрести элитный «Мерседес» стоимостью более 5 миллионов гривен. Тендер собирались провести через «Прозора», но под давлением общественности пришлось отказаться от жизни на широкую ногу. Политологи заявляют, уход топ-менеджеров вполне прогнозирован. По закону введена обязательная норма и декларирование для членов наблюдательного совета госпредприятий. Поэтому проще было обвинить всех в срыве реформы и оставить в тайне свои реальные доходы. На ситуацию отреагировал и Владимир Гройсман. Премьер обвинил НАК в нежелании избавиться от монополии на нефтегазовом рынке. Когда есть рынок, когда есть конкуренция, тогда есть нормальная цена. И в этом контексте хочу подкреслить, что очень важно продолжить реформу НАК «Нафтогаз» Украины, в том числе и провести анбанглинг, то есть разделение транспортирования, сберегания и добывания и продажи газа, для того, чтобы демонополизировать монополиста, который сегодня может диктовать любые правила на нефтегазовом рынке. Такие изменения в «Нафтогазе» могут влиять и на ценовую политику. По сведениям журналистов, уже сегодня монополист поставляет газ населению с накруткой на 25% выше рыночной. Александр Васильченко, Алина Зеленская, Никита Исайко. Подробности телеканал «Интер». Есть ли коррупционные схемы в поставках американского угля? Ряд СМИ сообщили, что ГПУ проверяет, не нагрел ли руки министр инфраструктуры на доставке антрацита. И чья компания в итоге выиграла многомиллионный тендер. Наши корреспонденты выясняли подробности дела. Вот так по-праздничному трогательно встречали пять дней назад в порту Южный первую партию американского черного золота. Эти 63 тысячи тонн угля прибыли в Украину из американского Балтимора. Всего до конца года страна закупит 700 тысяч тонн импортного антрацита. В порту министр инфраструктуры диверсификацию поставок называет главным достижением. Устраивает всех и цена антрацита. Текущие поставки оплачиваются по цене 113 долларов в порту. Без перевалки, без транспорта по Украине. НДС не платится. То есть 113 долларов в США. Дорого или дешево? Да, это дороже, чем на европейских биржах. Но профильное министерство заявило, в контрактах с США нет коррупции. В документах может и нет. Но означает ли это, что никто не нагрелся на дефицитном угле марки А? И в чем сомневается ГПУ? На днях ряд СМИ опубликовал огромную информацию. Якобы ГПУ расследует причастность министра Амеляна к коррупции на перевалке американского угля. По данным СМИ, министерство инфраструктуры не обеспечило участие государственного предприятия «Морской торговый порт Южный» в тендере на перевалку американского угля. Чем создало условия для победы компании-посредника, у которой тариф в два раза больше, чем у Южного. Это привело к удорожанию 2,5 миллионов тонн угля на 12,5 тысяч долларов. В Генпрокуратуре заинтересовались, почему госкомпании не дали принять участие в многомиллионном тендере. И как на это мог повлиять министр. Возможную причастность Амеляна к удорожанию импортного угля в ГПУ уже проверяют. Александр Котов, подробности, телеканал Интер. Генпрокуратура конфискует 200 миллионов долларов, похищенных бывшим президентом Виктором Януковичем. На пресс-конференции в Днепре Юрий Луценко напомнил, что полтора миллиарда долларов, украденных Януковичем, в казну уже поступили. И еще одна новость от генпрокурора, но касается она антикоррупционеров. Луценко заявил, что НАБУ незаконно прослушивает чиновников и людей из охраны президента. НАБУ отримала дозвіл суду на оперативные действия по 18-й оси, а действовала их в межах своих технических возможностей. Это не прямое прослушивание, а отстеживание трафика пересувания телефонов и его соединения с другими телефонами. Что также потребует только решение судов. Чистосельность набагато больше, приблизно 150. Тем временем в НАБУ уже отреагировали на заявление Луценко. В бюро утверждают, что информация о незаконном прослушивании чиновников не соответствует действительности. Якобы детективы не имеют полномочий для осуществления подобных действий. Дмитрий Добродомов ознакомился с админпротоколом НАЗК. Антикоррупционеры обвиняют нардепа в незаконном получении вознаглаждения за лекции на форуме в Одессе. В агентстве считают, что народный избранник не может совмещать с депутатской еще одну оплачиваемую работу. В свою очередь Добродомов своей вины не признает и заявляет, что имеет право на преподавательскую деятельность. И собирается оспаривать обвинения в суде. Дмитрий Добродов, депутатская обвинения в Одессе. Это на сегодняшний день результат работы на ЗК, то мне сумно. Я так понимаю, что всю другую коррупцию мы поборвались. Все то, что люди видели миллионные штаты, домики, все решения, которые шоковали страну, когда были пролюдены эти декларации. Там все гаразд. Нам теперь осталось разобраться с теми, кто читает лекции и получает за это гонорары. Почти тишина. На Донбассе с начала суток всего одна провокация. Около часа боевики вели огонь по украинским позициям в районе поселка Водяное. А ситуация на передовой наш военкор Ирина Баглай. В лесу у них стоят техники, тяжелые танки, БМП, минометы, 120-е, батальон Сомали, покойного Гиви. На автомобиле доезжаем до уцелевших после огня кустов. Дальше нас предупреждают пройти до нулевого рубежа, можно только пешком. Обстрелы идут, еще переезжают машины и все. И с чего? Ушелом утес. Хлебное перемирие нашим солдатам на этом участке фронта запомнилось пожарами. Боевики сознательно стреляли с зажигательными боеприпасами. До углей боевики выжгли эти блиндажи армейцев. И теперь позиция в прямой видимости у врага. Сами же наемники прячутся в лесах. И лесопосадками пытаются пробраться в тыл к пехотинцам. Отвлекая внимание огнем из пулеметов, лесопосадкой к нашим позициям накануне старалась пробраться вражеская штурмовая группа. Оттуда ввелся огонь и они огнем прикрывались. Вышли из леса, зашли, нырнули в первую посадку. И уже начали передвигаться по другой посадке. И хлопцы с такими уже начали их крыть. И они уже развернулись и ушли. Днем раньше утром на этих же позициях боевики ранили двух украинских солдат, которые рыли окопы. Мы работаем по укреплению позиции. Хлопцы там у двух находились. Прошел пострел с ПКМ. Он сделал один просто одну чергу и хлопцы легли. Увидев, что ребята упали, боевые побратимы без колебаний бросились их спасать. У одного тяжелое ранение. Ему едва не оторвало ногу, раздробило кость. Другому, говорит командир, просто повезло. Родился в рубашке. Сама непосредственно куля с стальным сердечником. Видите, 7,62. В ногу влетела куля. Касательная прошла, не пошла вглубь до сердца, а так наискосок. И вышла на ту сторону на вылет. Бойцы уже в безопасности в госпитале. А вот на их позициях, вопреки тишине, напряжение не спадает. Для усиления к вражеским пулеметчикам прибыли снайперы-наемники. У них сейчас появились новые гвинтинки НАТОвского с ростом 7,62 на гильзу 51 мм. То есть это более точная, более сбалансирована куля. Снайперы работают больше с перекрытием пулеметов. То есть они работают пулеметом, а снайперы как-то работают под шумом. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Руслан Ревюк. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Разрушительное землетрясение в Мексике. Не менее 225 человек погибли. Среди них десятки детей. В стране ввели чрезвычайное положение. Продолжит Людмила Панасюк. Южные регионы Мексики сотрясались в 13 по местному времени. В стране как раз проходили учения гражданской обороны, приуроченные к годовщине смертоносного землетрясения 1985-го. Эпицентр толчков магнитудой свыше 7 зафиксировали в штате Пуэбла. Землетрясение всколыхнуло и соседние штаты, и столицу. Только в Мехико насчитали более 40 полностью разрушенных зданий. Под обломками начальной школы погибли более 20 детей. Вдруг все начало трястись. Сигнала тревоги не было, поэтому толчки застали нас врасплох. Впервые вижу такое. Никогда не думал, что от землетрясения может пострадать наш город. Я просто в шоке. Разрушение домов привело к многочисленным утечкам газа и возгораниям. Сотни уцелевших зданий остались без воды и электроэнергии. Президент в виде обращений призвал мексиканцев быть крайне осторожными. Ведь даже дома, устоявшие во время толчков, могут быть потенциально опасными. Чтобы помочь пострадавшим, медицинские центры, больницы и операционные кабинеты готовы принимать каждого, кому необходима помощь. Я распорядился развернуть армейские подразделения, задействовать морских пехотинцев и, координированно с местными властями, создать пункты энергоснабжения. Беда не оставила никого равнодушным. Люди самостоятельно организовывают центры помощи пострадавшим. Здесь можно отдохнуть, поесть и найти хоть какую-то информацию о пропавших родственниках. Это и есть гражданское общество. Мы собрали воду, продукты и медикаменты из разрушенных домов и принесли в центральный парк. Теперь их может взять каждый, кто нуждается. Меньше недели назад из-за другого землетрясения погибли по меньшей мере 98 человек на юге Мексики. Из-за сейсмической активности проснулся вулкан Попокотепетль. Сейчас он выбрасывает километровые столбы дыма и пепла. Сейсмологи оценивают ситуацию на вулкане как красную тревогу. Людмила Понасюк, подробности, телеканал Интер. В Николаеве взрыв в жилом доме. Один человек в тяжелом состоянии в больнице. Что сдетонировало, специалисты гадают до сих пор. Подробности у Кирилла Ющишина. Взрыв произошел в частном доме. В нем всего четыре квартиры. В момент взрыва жильцы уже не спали. Собиралась на работу. Начала сыпаться стена. Я начала выбегать в двери. И уже возле самой двери упала от хлопка. Вышла на улицу. Уже когда возвращалась за документами, уже стена была в комнате полностью разрушена. И начался пожар у соседей. В квартире, где находился эпицентр взрыва, жила молодая семья с ребенком. Дома был только отец. У него ожоги 70% тела. И прозвучал взрыв, очень сильный взрыв. Аж все задрожало. Машины тут начали выйти. Я выскочила на балкон. Человек весь в огне по земле катался. А какой-то парень проходил, он перелез через забор и пытался его потушить. В результате взрыва постраждала мешковая комнатная перекрытия та частковая несущая стена будильни. Эвакуировано одну особу с численными опеками. Несущие стены здания треснули. Перекрытие полностью выгорели. По предварительным оценкам экспертов, дом не подлежит восстановлению. Пока погорельцам предоставят временное жилье. Скорее всего это будет или оселенческий фонд за счет общежитий, или же город будет рассматривать вопрос выделения средств на аренду жилья для пострадавших. Полиции возбудили уголовное производство по статье «Нарушение правил пожарной безопасности». Первая версия о взрыве бытового газа, по словам экспертов, не подтвердилась. В мэрии не исключая, что в квартире взорвался порох. Кирилл Ючишин, Игорь Попов. Подробности телеканал Интер Николаев. Обыски у тернопольских силовиков. Представители ГПУ нагрянули сразу в два областных ведомства. Прокуратуру и управление нацполиции. У прокуроров изъяли оргтехнику, а у полицейских документы. По предварительным данным, силовиков интересовали бумаги, которые касаются одного из уголовных дел. Какого именно, в ГПУ не уточняют. Легендарный киевский футбольный клуб «Арсенал». Кто его обанкротил? Кто остался должен футболистам и тренерам? Кто и как увел здание и землю «Арсенала» в центре Киева? Все ответы в сюжете. Смотрите. «Арсенал» – легендарный столичный клуб с почти столетней историей. Еще с 2001 года пушкари, как футболистов «Арсенала» называли болельщики, вышли в премьер-лигу, а затем и в еврозону. Однако в 2007-м столичные власти, которым принадлежал клуб, решили его продать. Руководство клуба, как в самом начале, на уровне городских властей, и уже заканчивая последними владельцами, хотели получить землю, имели проекты по сроке стадионов. Я думаю, что с этим было в большей степени связано. «Арсенал» Киев на то время достаточно серьезный клуб, надо говорить, был. 97% акций «Арсенала» продали скандальному бизнесмену Рабиновичу за 700 тысяч гривен. А это по тем временам цена хорошего джипа. Очень уж ему хотелось смахивать на олигарха. И у футбольного клуба тут же начались проблемы. На мой взгляд, тогда. Тогда как раз какой-то переломный момент, когда, скажем, к нашему «Арсеналу» на тот момент охладели, начались какие-то определенные финансовые трудности. Мы практически сидели без зарплат, без ничего, там какие-то копейки. Рабинович намеренно обанкротил клуб, уверен бывший тренер. Всего за несколько лет «Арсенал» задолжал банку 360 миллионов гривен. При том, что игроки и руководство сидели без зарплаты. Еще интереснее 17 миллионов долга перед компанией «Днеправиа». Якобы за авиаперевозки. Вот только футболисты почти никуда не летали. Я посчитал о том, что сколько вылетов должен делать «Арсенал». То есть «Арсенал» должен, не имея базы, жить в самолете, в воздухе. Ну, иногда спускаться и, так сказать, тренироваться. Ну, то есть, вот такой долг нереальный был. То есть, изначально как бы созданная схема для того, чтобы «Арсенал» был обанкротен раньше. А Рабинович всех кормил обещаниями. Обещал построить стадион для «Арсенала», открыть в Киеве 840 футбольных площадок. А футболисты должны были растить себе юношескую смену. Это все обещания. А вот на самом деле Рабиновичу нужен был не «Арсенал», а выделенное киевской мэрией здание для клуба. В центре на 460 квадратов. Что мы взяли? «Арсенал» был только одна машина, «Хюндай» там какая-то. И все. Недвижимости ничего не было. Амельченко выделил «Арсенал» у здания. На что, Рабинович, тихо-тихо, Влад, это не твои вопросы. То есть, я знал о том, что оно было в аресте. То есть, так удобно держать это здание, чтобы его никто не забрал. А всех людей персонал перевел в офисы, в свои же офисы. То есть, «Арсенал» платил ему же. И до сих пор платит. В 2013-м из-за махинации Рабиновича клуб покинули 14 футболистов. И вскоре легендарный «Арсенал» стал банкротом. И купленный за 700 тысяч гривен был продан за 20 миллионов долларов, при этом не выплатив ни копейки долга игрокам. Но вот дом и землю «Арсенала» на Тургеневской Рабинович себе оставил. По данным Департамента земельных ресурсов КМДА, офисом «Арсенала» сейчас владеет компания HMS «Разборн». Ее собственник некто Игорь Батор. И он помощник нардепа Рабиновича. Более того, офис фирмы, судя по данным из реестра, находится по адресу Мечникова, 14-1, в том же здании, где расположен офис политической партии Рабиновича за життя. Этой фирме Рабинович продал здание за 9 миллионов гривен. Фактически заплатил их самому себе. Доведение клуба до банкротства, задержки зарплаты, списание миллионов на несуществующие авиаперелеты и, возможно, многомиллионные махинации с недвижимостью, находившейся в собственности города. Все это теперь предстоит проверить правоохранительным органам. Конечно, если им не дадут команду, эту аферу пока не замечать. Банкротить и уводить имущество легендарного «Арсенала» — это не линолеум налево продавать. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности — телеканал «Интер». Предотвратить референдум. Власти Испании делают все возможное, чтобы не допустить голосование о независимости Каталонии. В правительственных зданиях автономии — обыски и аресты. На улицах — демонстрации протеста. Подробности материали Татьяны Лагуновой. Каталонию лихорадит. На улицы Барселоны и других крупных городов вышли тысячи человек. Знак протеста против обысков в правительственных учреждениях автономии. Утром испанская полиция провела рейды в офисах руководителей каталонского правительства, департаментах внешней политики и экономики. Задержаны 14 высокопоставленных чиновников. Изъяты агитационные листовки и документация по подготовке к референдуму о независимости. Ничего подобного в последние годы мы не видели ни в Испании, ни в других государствах ЕС. Постоянно нарушаются основные права, которые гарантированы Конституцией. Право голоса, право на свободу выражения. А это уже кадры из каталонского города Терраса. Там местные жители несколько часов пытались не пустить полицию в офис частной фирмы по доставке. После столкновений здание все же обыскали, конфисковав урны для голосования и бюллетени. Это позор, который не имеет ничего общего с демократией. Они обращаются с людьми, которые работают в этом здании, как с преступниками. У моей сестры там друг. Он весь день дрожит от страха. Я даже не знаю, как это все назвать. Официальный Мадрид парирует власти страны, наоборот, демократию защищают. И дальше будут делать все возможное, чтобы не допустить референдум, проведение которого признали незаконными власти Испании и Конституционный суд. Правительство выполняет свои обязанности и обязательства. И мы будем делать это до самого конца. Кроме того, власти Испании взяли на себя контроль над финансами автономии, чтобы средства не были потрачены на проведение плебисцита. Чем закончится это противостояние, сказать сложно. Час чей это 1 октября. В этот день власти Каталонии планируют, несмотря ни на что, провести референдум об отделении. А власти Испании сделать все, чтобы плебисцит не состоялся. И идти на компромисс, похоже, не собирается никто. Татьяна Лугунович, Слав Фролов. Подробности Европейское. Бюро телеканала Интер. Сегодня у иудеев Новый год. 5778. В Украине масштабные празднования проходят в Умане, Черкасской области. Там находится святая святых хасидов. Могила Раби Нахмана. И город принимает паломников со всего мира. В этом году приехало рекордное количество, почти 40 тысяч. Торжества уже начались. По традиции, Новый год иудеи отмечают с заходом солнца. Это все новости к этому часу. За развитием событий следите на нашем сайте подробностей. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин